Судить о работе Акимов по качеству дорог предлагают в Западно-Казахстанской области. В регионе немало проблемных участков, на некоторых ведется ремонт, но подрядчики опаздывают по срокам. Их работу уже критиковал глава государства. Что изменилось за последний месяц, выяснили мои коллеги. В самом масштабном дорожном проекте региона за последние десятилетия предполагалось заасфальтировать 248 километров от Косталовки до села Женибек с продолжением Буки-Ординский райцентр. Но освоив 24 из выделяемых 57 миллиардов тенге, подрядчики за три года построили только 55 километров трассы. Помешала пандемия, не было вагонов для перевозки щебня и битума. Потом оказалось, что в проектные расчеты стройка не укладывается. Взлетели цены на все стройматериалы. Обещано было, что сейчас будет дополнительно финансировано с учетом удорожания расценок, материалов, всех ресурсов за последние три года. В пределах, наверное, до 20% удорожания будет проект. На первом из шести участков автодороги в этом году должны завершить 14 километров. Но строители рассчитывают сдать 20. Нами был приобретен новый асфальтоукладчик. Он сейчас укладывает как раз верхний слой асфальтобетона. Оборудован он следящей рейкой. Все дефекты, которые были на нижнем слое, это перепады, небольшие ямки, все это перекрывается автоматически. Следом идет сразу контроль качества укладываемой асфальтобетонной смеси. В плане до зимы закрыть первым слоем асфальта больше 100 километров трассы и открыть проезд. На втором участке работа приостановлена. С подрядчиком расторгнут контракт. Объявлен новый тендер. В такой ситуации главная задача сейчас запастись материалами, считают заказчики. Не только проблемы с вагонами, с выточей. Здесь еще играет роль немаловажное расстояние само. Мы же доставляем Ощебень с Актюбинской области, с Мухолшатского района. И у нас есть два пути доставки до станции Пойма. Это составляет 670 километров по железным путям. И 350 километров идет перевозка самосвалами. И второй путь, это доставка до станции Жанебек и до станции Сайхин, составляет порядка 1343 километра. Из них часть проезжает по российской территории. Поэтому, когда туда отправляют вагоны, путь их не может оставлять. Неделю, две даже возможно. Между тем, из отобранных проб стройматериалов 16% не соответствует нормам, отмечают эксперты. Есть и грубые нарушения технологии работы. При укладке отсутствует подгрунтопка. Это как розы в вяющую, что улучшит цепление с предыдущим слоем. У нас могут и завтра в гарантийный период возникать дефекты, как сдвиги, в виде сдвиги, выкрашивания, шелушения. И в конечном итоге срок эксплуатации может сократить. Три года назад километр капремонта двухполосной трассы стоил 250 миллионов тенге. Новые расценки объявят после корректировки проекта. Пока же строителям трассы выделено 15 миллиардов тенге. К слову, качество дорог теперь предлагается ввести как критерий оценки работы Акима. Для региона с самыми проблемными дорогами предложение весьма актуальное. Бутакос Базарбаева, Конат Махмутов, Ильдар Аюпов, Западная казахстанская область, Хабар-24.